Министр просвещения России Сергей Кравцов встретился с будущими и начинающими архитекторами в рамках проекта «Школа мечты». В ходе беседы молодые специалисты и учащиеся поделились своими представлениями о том, как на их взгляд должны выглядеть образовательные учреждения нового поколения. Какой может быть школа с точки зрения именно архитектуры, с точки зрения дизайна, с точки зрения пространства? Она должна быть такая, чтобы у нее хотелось ходить и получать знания с удовольствием. Что главное в школе? Ответ на этот вопрос искали участники встречи. Для кого-то основной характеристикой является возможность хорошо поесть. Кто-то обращает внимание на цвет стен и подобранный интерьер. Но для большинства главным критерием остаются профессиональные учителя. Будущие специалисты на базе гимназии имени Примакова ознакомились с уже реализованными инновациями и поделились своими идеями. Садитесь, включается свет, вы ставите свой ноутбук, полная звукоизоляция и можете делать там уроки. Экология. Моя школа основывается на теме бионики. Черты присутствуют в стиле бионика архитектурного. Вообще самое главное принципиально это следить за здоровьем учеников, конечно же. Это много спорта, много растительности, качественный природный и искусственный свет, чтобы были удобные сидения и мобильность, допустим, в классах, чтобы можно было парты сдвигать-раздвигать для групповой и индивидуальной работы, например, для каких-то государственных экзаменов. По словам министра просвещения, основная задача на ближайшее время – модернизация существующих пространств. Все выдающиеся архитекторы, они с этого начинали. Их видели, отбирали, им давали свободу в архитектурном выражении и они творили. И очень важно вот таких ребят видеть и очень важно вести, потому что должны быть архитекторы, которые будут делать прорыв. За ними дальше пойдет уже структура. Архитектура – отрасль относительно новая в стране. И важно, что ребята уже выбрали свое призвание. Выявлять новые имена и таланты позволяет проведение конкурсов и олимпиад по этим направлениям. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». – Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова